Рекс Тилерсон уже в Москве, где начинается его первый визит в Россию в статусе госсекретаря. Встреча с главой МИДа Сергеем Лавровым состоится завтра и пока это единственные официально подтвержденные переговоры. Чего от них ждать, выяснял в американской столице мой коллега Дмитрий Анопченко. Рекс Тилерсон не раз посещал Россию, сначала как вице-президент, затем и как глава американской ExxonMobil, но в этот раз он впервые с совершенно другой миссией. Какой же она будет? Надавить, предупредить или наладить отношения, подорванные после недавних химатак в Сирии? Будет ли это план Тилерсона или все-таки ультиматум Тилерсона? В Госдепартаменте рассказали, на что рассчитывают. Признались, госсекретарь не везет никакого послания от Трампа. Тот уполномочил Тилерсона вести переговоры от своего имени и от имени Соединенных Штатов. Это по сути ответ на недавние публикации, что риторика главы Госдепа якобы может отличаться от мнения президента. И он потом все равно все сделает по-своему. Вопрос встречи Трамп-Путин также не будет обсуждаться. Главная тема, ожидаемо, Сирия, но для Вашингтона важна и Северная Корея. А вот только сегодня по этому поводу Дональд Трамп опубликовал очередной твит. Мол, Северная Корея ищет неприятностей. Если Китай решит помочь, то это отлично. Если нет, то мы справимся и самостоятельно. И подпись США. И многие в команде Трампа считают, что как вклад в укрепление отношений между Москвой и Вашингтоном Кремль мог бы надавить на северокорейского диктатора. В Госдепартаменте при этом сказали журналистам, что не берутся прогнозировать, как пойдет разговор в Москве. Вашингтон в принципе хотел бы наладить сотрудничество с Россией, но пока никаких решений не принято. Накануне агентство Ассоши Этот Пресс сообщило, что госсекретарь якобы выдвинул ультиматум. Либо Москва сотрудничает с Америкой, либо с режимом Ассада, но официального подтверждения этому нет. В Госдепартаменте заявляют, что все будет зависеть от позиции Москвы по Сирии. И если она продолжит поддерживать Ассада, то, прямая цитата, это и окажет влияние на наши взгляды. Политические эксперты тоже говорят, что сейчас в Москве Тилерсон будет в первую очередь добиваться смены Ассада, лишения его власти. Главный план сейчас, в ходе визита в Москву, госсекретарь будет давить, чтобы Женевский мирный процесс продолжался. Нужно усадить всех за стол и найти решение по Сирии. И особенно заставить русских оказать большое давление на Ассада, чтобы разработать план его ухода. В Сирии и Северной Корее Лавров и Тилерсон посвятят большую часть времени. Но и тему Украины тоже в планах госсекретаря. На прямой вопрос, в какой степени будут обсуждать Украину и будут ли вообще, в Госдепартаменте сказали, что да, будут. И госсекретарь Тилерсон скажет Лаврову о необходимости выполнения России и Минских соглашений. И о том, что санкции, введенные в связь с ними, не будут сняты до того, как Россия не выполнит все взятые на себя обязательства. Но какой теме уделят больше или меньше внимания, станет понятно уже завтра, когда и завершатся эти переговоры, от которых так много зависит. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.